Друзья мои, всем привет! Если вы часто готовите выпечку, то наверняка пользуетесь разрыхлителем. Но бывают такие случаи, что разрыхлитель дома закончился, а в магазин бежать лень или нет времени. Тогда его можно легко и просто приготовить дома. Нам понадобится баночка, в которой мы будем смешивать все наши ингредиенты. А еще сода, лимонная кислота и обычная пшеничная мука. Все продукты можно купить в любом супермаркете у дома, ну кроме баночки. Насыпаем в баночку сначала соду. Нам понадобится 3 чайных ложки. Затем добавляем лимонную кислоту. У меня было 1,5 чайных ложки. Вы можете приготовить и больше разрыхлителя, тогда просто все продукты умножайте на 2 или на 3. Теперь берем пшеничную муку и добавляем в нашу баночку 6 чайных ложек. Мука здесь добавляется для удобства, чтобы вам было проще отмерить нужное количество разрыхлителя, когда вы будете готовить выпечку. Плотно закрываем банку крышкой и хорошенько встряхиваем, чтобы все наши ингредиенты перемешались. В принципе, это можно делать с помощью чайной ложки, если вдруг у вас нет крышки или она закрывается неплотно. Наш разрыхлитель готов. Теперь его можно добавлять в пироги, блины или оладьи или любую другую выпечку. Вот такой вот домашний разрыхлитель у нас получился. Он полностью натуральный и его можно делать буквально за 1 минуту. Уверена, что рецепт вам понравился. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Кстати, я уже пекла пирог с мандаринами вот именно с этим разрыхлителем, и он получился очень пышный и вкусный. Так что рецепт проверенный.